Всем привет! Друзья, у вас уже когда-нибудь была такая ситуация, когда вы хотели очень холодненького пива, да? И ложили бутылку пива в морозильную камеру, да, чтобы она быстрее остывала. Я думаю, что да, такая ситуация была и у нас, конкретно у моего брата. Как-то раз он пришел с пивом и положил его в морозилку у меня. И что из этого получилось, если пиво оставить немножко дольше, чем вы бы этого хотели, я вам покажу сейчас. Я как-то хотел спечь себе пиццу, да, вот, ну, как вот сейчас, например, да, вот пицца моя лежит с тунцом. Я открываю холодильник и вот такое вот зрелище вижу перед собой. Так, сейчас, наверное, я лучше включу вспышку, то есть подсветку. И вот посмотрите, что я здесь увидел, когда открыл. Вот такие вот бутыли. Вот посмотрите, что случается с пивом, когда его переморозишь, скажем так. Вот такая вот ерундень. И такие бутылки было три. В общем, приходит брат ко мне, он говорит, у тебя пиво есть? Я говорю, есть, открой вот левую дверку. Я говорю, бери, что, не жалко. Да, он открывает, такие глаза удивленные у него. И он вспомнил про то, что он их сюда положил и забыл. Еще мне говорит, я же тебе сказал, говорит, вытащить. Вот, посмотрите. Так, мы достанем последнюю бутылочку. А тут, видите, вообще дно. Дна вообще нет, вообще нет дна. Оно просто отлетело, лопнуло. Ну, пусть это дело все здесь растает для начала. А потом я стеклышки соберу. Вот такая вот. И вот это вот, я не знаю, что вот с этим мне делать. Надо, наверное, кусок вот этот возьму. Да, там же еще дно от бутылки. Такой вот, я не знаю, вы такой снег где-нибудь видели? Он похож на снег прямо вот. Прям вот как настоящий снег. Но боюсь, что здесь может быть стекло. Знаете, я могу порезаться. Холодный. Вот прям зиму почувствовал. На улице у нас 31 градус сегодня. Так, ну а что я с пиццей сделаю, посмотрим. Ну, пицца-то, конечно, нормальная, я думаю. Куски стекла еще. Ладно, с остальными я разберусь. Ну, в общем, это то, что я вам хотел показать. Вот так вот. То есть, имейте в виду, когда вы ложите пиво в морозилку, не забывайте его вытаскивать.